Мы дождались. Наконец-то. Пошел ливень. Очень сильный гром, молния, дождь косой, все заливает. Шарик летает. Сильный дождь идет, но слава богу. Я мокрая. Ну да, парит. Испарение идет. Земля, конечно, так наделась. Единственная проблема, наш балкон, который закрыт пленкой. Весь пол мокрый, все течет. Еще и ветер сильный на той стороне. Высохнет. Мы уже собирали огурчики. Несколько штук. Конечно, огурцы не очень по такой жаре растут. Но вот видите. А вот еще один завязывается. Я снова посадила руколу и салат. Вот петрушечка такая. Я ее рву периодически. Вот так выглядят цветочки. Лабелия пропала, засохла. Она такую жару не выдержала. И не очень хорошо себя чувствует вот эта звезда, гвоздичка. Плохо чувствует себя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кошмар. Плохо себя чувствует. Бархатцы тоже засыхают. Они не выдерживают такую жару. Укроп тоже стал желтым. Я хочу все срезать. Может быть, он обновится как-то. Ну, и лучок тут еще мой. Ну, такое. Наверное, я не буду забирать. Пусть так будет. Нормально. Он поливается. Пооткрывали все окна и двери. Коты боятся. Все равно не будут выходить на балкон. Пусть немножко проветрится. Сейчас будет бах. Ну да. Все. Пошли мы пить кофе. Фух. Аж дышать стало чем. Удивительно. Нормально. Все равно. Продолжение следует... 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 то в Константиновке на передержке очень много наших животных. Я знаю адреса, знаю телефоны этих женщин, у которых и девушек, у которых животные на передержке. И большое количество наших животных из Торецка находятся в Дружковке. Поэтому я буду отправлять корм туда. Он там в любом случае очень-очень нужен. Поэтому мне очень жаль, что так. Я надеюсь, что как-то ситуация разрешится. Ну, пока так. Еще из новостей я очень коротко подстриглась. Мне надоела жара, мне надоели мои волосы, мне от них жарко. Ну, конечно, мастер немножко переборщила, не учла то, что волосы слишком кучерявые и подпрыгивают. Ну да ладно, мне сейчас вообще все равно. Волосы отрастут, ничего сверхъестественного не случилось. А пошла рядышком вот с домом парикмахерскую, не зная мастера, не зная ничего, убрала длину. Вот такие дела. Немножко Леша приболел. С ушами проблемы. Купили капли, закапали. Не знаю, будем наблюдать. Если что, пойдем в больницу. На данный момент такие новости. Сегодня долго не было света. Мы только включили. Буду заниматься домашними делами. Всем тихой и мирной ночи. Берегите себя. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok